Всем привет! Меня зовут Дмитрий Федосеев, я руководитель SEO направления в компании Antim. Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как понять, что в нише или на сайте крутят поведенческие факторы. План презентации следующий, вы можете прочитать его на слайде, а я начну с самого начала. Что же такое поведенческие факторы? Так как многие могут не знать, поведенческие факторы — это характеристика поведения человека, пользователя в пределах сайта, в пределах выдачи поисковой системы. Примеры таких факторов вы можете прочитать на слайде. Я не вижу смысла останавливаться на них, так как многие из них вам должны быть знакомы по Яндекс.Метрике или по каким-то дополнительным источникам информации. Но нужно знать самое главное. Накрутка поведенческих факторов — это зло. Срок, на который банится сайт в Яндексе, в частности, от 8 до 12 месяцев. В Google подобных, так скажем, санкций не было замечено. Что же мы видим? Мы видим, что есть положительное влияние поведенческих факторов и есть отрицательное влияние. Слева, соответственно, понятно, что все хорошо с сайтом, высокая видимость. Но что мы видим справа? Сайт полностью белый был, находился там в среднем на 6-7 позиции в Яндексе. И спустя время его просто-напросто скрикали. Он упал до 10-11-12 позиции, несмотря даже на то, что никакие поведенческие факторы ему не крутили. Какие же у нас инструменты есть? Понять вообще, крутятся поведенческие факторы в нише или на сайте, или не крутятся. Все из них представлены также на слайде. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый из них, как их использовать и начинаем с Яндекс.Метрики. Это стандартные отчеты, источники сводка и, что важно, в метриках мы выбираем показатели роботности. Далее мы можем понять, в каком из графиков какой показатель роботности наиболее высокий. Допустим, мы отфильтровали верхний график по двум источникам. Это прямые переходы и переходы из поисковых систем. И видим, что это одни из наиболее роботных источников. И если мы углубимся в анализ, то, допустим, надо для этого перейти в веб-визор. Мы поймем, что переходы прямые на сайт идут из различных устройств, где под сеть является мобильная сеть оператора. Например, Мегафон, Йота, Теле2. Они на слайде презентации также выделены красным цветом. Что же тут происходит? Тут происходит на самом деле простая и логичная ситуация. Прогреваются боты других веб-мастеров. Что такое вообще прогрев ботов? Допустим, вы только установили на компьютер операционную систему, открываете браузер и начинаете ходить по сайтам. В таком случае для поисковых систем вы являетесь новым пользователем, если вы не залогинились ни в каких сервисах. Вот чтобы каждый из пользователей для поисковиков не был новым, веб-мастера начинают прогревать ботов на различных сайтах, на прямых переходах, на переходах из поисковых систем. То есть изначально это может быть даже не целевой сайт, на котором крутятся поведенческие факторы, но как итог страдает вся ниша полностью. Какие инструменты далее присутствуют у SEO-специалиста? Яндекс.Метрику мы с вами рассмотрели, идем к Яндекс.Вебмастеру. Переходим в поисковые запросы, группы запросов, выбираем также дату и начинаем смотреть, что тут происходит на графике. Мы видим, что количество показов снизилось, но в то же время кликабельность сниппета увеличилась. О чем это свидетельствует? Это свидетельство о том, что кто-то в нише перестал крутить поведенческие факторы. То есть боты перестали заходить в нишу, количество показов снижается, начинает переходить по сайтам реальные пользователи, кликабельность сниппета увеличивается. Это мы выявили, используя два инструмента связки – Яндекс.Вебмастер и Яндекс.Метрику. Что мы сделали? Мы просто-напросто дополнительно проанализировали конверсии на сайте, дополнительно проанализировали позиции и поняли, что снижения позиций не было, снижения конверсии не было, значит, кто-то в нише перестал крутить, соответственно, поведенческие. Следующие инструменты – это Google Analytics, Google Search Console. Они были изначально перечеркнуты мною. Почему? Потому что, с моей точки зрения, Google реагирует на поведенческие факторы не так, как Яндекс. И я не вижу смысла рассматривать эти инструменты, потому что в большей степени касается именно Google. Начинаем с сервисов видимости. Кейссо. Кстати, вы можете перейти на сервис, если ранее вы не приобретали его, и воспользоваться нашим промокодом на скидку. Что же нам дает Кейссо? Какую информацию? Мы вводим, например, адрес домена, который нас интересует, или который мы определили в выдаче как подозрительным, и смотрим, как он растет на протяжении всего срока. Допустим, верхний скриншот – довольно резкий рост, нижний скриншот – довольно плавный рост. О чем это говорит? Буквально за 2-3 месяца сайт с верхнего скриншота набрал очень хорошую и положительную видимость. Это говорит только о том, что сайт не может в короткий срок в Яндексе молодой сайт набрать такую видимость. Значит, там применяются серые способы продвижения, в частности, поведенческие факторы. Второй сервис – это SEO Work. Он, конечно, гораздо информативнее и функциональнее предыдущего сервиса Кейссо. Я на скриншоте, на слайде презентации выделил эти места, которые пользуются популярностью у SEO-специалистов. Мы можем выбрать отдельные кластеры, отдельные группы запросов и по сегментам анализировать, соответственно, какие конкуренты в какой период начинают расти. Выделяем этих конкурентов и смотрим, анализируем, какие факторы нас могут смущать на этих сайтах. Если этот сайт сделан непонятно из чего и на чем, если на нем мобильные номера телефонов, если низкая репутация или она вообще отсутствует, то возникает логичный вопрос, как он находится в топе, почему такой резкий рост начался. Анализируйте и используйте эти данные. Какие же еще инструменты остались? Следующие инструменты, которые были у нас в, так скажем, в рукаве, логи сервера и программисты, мы используем на стадии, возможно ли защититься от негативных поведенческих факторов. Но стоит понимать, что если вебмастер, который крутит поведенческие факторы в нише, он это крутит бездумно и агрессивно, безусловно, защититься от таких поведенческих факторов возможно. Вы просто-напросто поднимаете логи сервера и передаете их программисту на бан тех же самых IP-адресов, которые используются при заходе на сайт. В случае, если вебмастеры используют ботов, которые стараются быть человекоподобными, в таком случае с большей долей вероятности у вас не получится защититься от негативных поведенческих факторов. Почитать о том, как подробно и каким образом вебмастера используют ботов и поведение их на выдаче или, допустим, на Яндекс.Картах, в Яндекс.Такси и многом другом, вы можете на докладе руководителя компании «Антим» Александра Чубкати, ссылка на этот доклад приведена, соответственно, на слайде презентации. Есть ряд способов, которые многие специалисты упоминали ранее. Например, скрыть метрику на сайте, показывать ее только для каких-то определенных посетителей или, например, показывать ее после закрытия некого всплывающего окна. Нет никакого смысла использовать подобные манипуляции. Почему? Потому что даже если вы скрываете Яндекс.Метрику на своем сайте, у Яндекса есть статистика и аналитика на выдаче. Да, хорошо, многие сайты используют Яндекс.Метрику, но главным фактором является ласт-клик и то, как себя бот или пользователь ведет именно на выдаче поисковика. Ну вот, кстати, схематическое представление того самого способа, который многие в сети описывают и от которого нет никакого смысла. Давайте подведем итоги. От негативных поведенческих факторов возможно защититься, если они крутятся бездумно и агрессивно. Как правило, поведенческие факторы возможно определить, если вы пользуетесь сервисами видимости, если вы анализируете сайты и изучаете детальнее конкурентов. На самом деле, вы даже можете написать Платону сообщение о том, что на сайте крутятся поведенческие факторы, но нет никакой гарантии того, что это сообщение вас спасет в последующем. Всем спасибо за внимание, увидимся на следующих видео. Счастливо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok